На Вектор ТВ время новостей. В студии работает Карина Херсон. Здравствуйте. Сегодня в программе. За помощью к мэру. Глава города Дмитрий Демидов провел прием граждан по личным вопросам. В Новополоцке во Всемирный день донора безвозмездно сдали кровь более 50 медиков. Летний отдых с пользой. Порядка полутысячи новополоцких старшеклассников за время школьных каникул смогут заработать свою первую зарплату. Чемпионат мира по Казьбе. Среди участников необычного состязания есть новополочане. Сейчас об этом и не только расскажем более подробно. Индивидуальный подход к любой ситуации. Обращение новополочан рассмотрел глава Новополоцка Дмитрий Демидов в ходе личного приема граждан. Ключевыми стали вопросы, касающиеся трудоустройства. Поиск работы по-прежнему остается актуальным вопросом для горожан. Тем не менее, у каждого обратившегося свои нюансы. Это могут быть медицинские противопоказания или отсутствие квалификации. На приеме прозвучала и проблема невозможности трудоустройства в связи с отсутствием гражданства и утратой всего пакета документов. А получение вида на жительство осложнено тем, что обратившийся мужчина не погасил задолженности по имеющимся штрафам и имеет пять судимостей. Для разрешения этого вопроса глава города Дмитрий Демидов поручил трудоустроить заявителя в счет брони. В целом ситуация в области занятости населения в Новополоцке контролируемая. Конечно, ситуация на рынке труда у нас достаточно непростая, потому что на данный момент количество вакансий ниже, чем количество людей, которые ищут работу. Безусловно, появилась и обострилась конкуренция на рынке труда. То есть, конечно, у нанимателей есть возможность выбирать из тех, кто ищет работу. Они отбирают людей более, конечно же, опытных, людей, которые имеют более, скажем, специальности, образование и так далее. За весь период 2017 года за помощью к мэру обратилось более трех десятков новополочан. Основная масса вопросов поступает именно по трудоустройству, но также волнующими остаются темы благоустройства дворов и ремонта дорог города. Жилищные вопросы. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. Чем вы можете помочь? Сдавайте кровь, сдавайте ее сейчас, сдавайте ее часто. Под таким девизом в Беларуси проходила информационно-образовательная акция, приуроченная к Всемирному дню донора крови, которая отмечается 14 июня. В Новополоцке в этот день более 50 добровольцев сдали кровь на безвозмездной основе. В Новополоцке зарегистрировано порядка полутора тысяч доноров, которые сдают кровь на регулярной основе. Среди них около пяти сотен новополочан, которые ежегодно сдают ценный донорский материал безвозмездно. В день донора на станции переливания крови собрались более 50 новополоцких медиков-добровольцев, чтобы сдать кровь бесплатно. Польза приносится непосредственно людям, которые находятся в критическом состоянии. Мы с таким контингентом работаем постоянно. Это последствия дорожно-транспортных происшествий, падений с высоты. Люди, которым требуется переливание крови, ее компонентов. Врач-инфекционист Новополоцкой городской больницы Екатерина Князюк долго вынашивала желание сдать кровь в качестве донора. Окончательно созрела как раз ко дню донора, который отмечается 14 июня. Просто очень приятно подумать, что моя кровь может кому-то пригодиться и помочь действительно спасать жизнь. В Новополоцке ежегодно сдается порядка 2500 литров крови и порядка 1350 литров плазмы. Несмотря на достижения в медицине, кровь и ее компоненты остаются практически незаменимыми ресурсами. Это помощь тяжело больным, пострадавшим в катастрофах, новорожденным с тяжелыми патологиями. Человеческая кровь, в ее составе очень много есть ценных продуктов. Но два базовых, которые есть, это эритроцитарная масса и свежезамороженная плазма. Эти два базовых продукта, они очень важны в первую очередь в родильном доме, они очень важны в первую очередь в хирургических подразделениях, потому как это те продукты, которые спасают человека в жизни при кровотечении в первую очередь. Невозможно рассказать про каждый случай, но роженицам, хирургическим больным или при лечении онкологических больных донорская кровь нужна не меньше, чем жертвам катастроф. Делясь кровью, люди делают не только большое дело для окружающих, но и помогают себе. Регулярная сдача крови оказывает стимулирующее воздействие на организм, активизирует иммунную систему. Летний отдых с пользой. Порядка полутысячи новополоцких старшеклассников за время школьных каникул смогут заработать свою первую зарплату. Такую возможность им дают трудовые бригады, а также лагерь труда и отдыха. Пока одни наслаждаются летним отдыхом, старшеклассник Фарид Новиков спешит на работу. Еще весной он записался в трудовой лагерь, а сейчас вместе с друзьями по ученическому десанту помогает благоустраивать детский садик. Рабочий график щадящий, чуть более трех часов в день. Лично по моему примеру, мне мама сказала чем-то полезным заняться в это лето. Например, заработать деньги. Я с ней согласился, потому что это хорошее дело. Не только для меня, но я же и тружусь для маленьких детей, для нашего всего города. Заработав однажды первые собственные деньги, лицеистка Ольга Куртунова решила от отдыха с пользой не отказываться. Поэтому уже с первого месяца каникул помогает территориям дошкольных учреждений поддерживать зеленое убранство. Я не могу сказать, что это сильная и сложная работа, потому что, ну, во-первых, ты находишься на свежем воздухе, это для тебя как бы даже оздоровление какое-то идет. Во-вторых, в лагерь работает 30 человек, и ты можешь, пошли новые знакомства, это тоже играет свой плюс. За летний период трудовой лагерь, который курирует городская организация Белорусского Республиканского Союза молодежи, примет сотню ребят. Пыл подростков поддержит и материально. За смену каждый сможет заработать свыше 100 рублей. Помимо городского лагеря труда и отдыха, на базе всех школ организованы трудовые бригады. Школьники от 14 до 16 лет, занимаются они благоустройством, озеленением, в некоторых учреждениях ремонтом мебели. В общем-то, все, что они делают каждый год. Вид работы у нас не меняется. Работают они примерно по 10 дней. Средняя зарплата за это время – 126 рублей. Желающих подработать таким образом всегда больше, чем рабочих мест. В этот раз в школьные трудовые бригады будет трудоустроено порядка 350 новополоских подростков. Их хобби – косить. Под поставами в поселке Жилинский прошел международный чемпионат по скосу травы косой. Среди участников чемпионата новополочанин Никита Бацека. Какого результата удалось добиться спортсмену из Новополоска – в нашем следующем материале. Международный чемпионат по козьбе в Беларуси проходит уже в шестой раз. С 2014 года соревнования носят статус «международные». И если в самых первых принимали участие только местные жители, то в последние несколько лет участниками Жилинских сенокосов становятся гости из разных стран. В этом году помимо белорусов за звание лучшего косца боролись даже жители Поднебесной. Традиционная для нас козьба – это пятичасовая козьба. То есть сначала в пять часов начинается, косит до одиннадцати, потом замеряется количество скошенных соток и в принципе выявляется победитель. То есть это соревнование проводится в женской и мужской номинации. Достойным результатом в этом чемпионате может гордиться и косец из Новополоска. Никита Бацеков впервые участвовал в соревнованиях косцов и вошел в десятку лучших, опередив даже опытных в этом деле спортсменов. Сложно было. Впервые в пять часов мы косили без остановки. Ну, протерпели, покосили. Скосил 28 соток. Ну, а думаю, это неплохо для первого раза. Никита признается, что будет и дальше совершенствоваться. Сейчас он готовится к участию в чемпионате по козьбе в Польше, где постарается добиться еще более высокого результата. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. На этом все. Если вы что-то пропустили, программа Вектор ТВ доступна для просмотра на официальном сайте Новополоска и на ютуб-канале телерадиокомпании Вектор. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно в нашей группе ВКонтакте. Хороших вам новостей и до новых встреч на Вектор ТВ. По информации интернет-источников, в четверг, 15 июня в Новополоцке ожидается облачная погода. Возможен дождь. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 8 градусов выше нуля. Днем столбик термометра становится на отметке 17 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова